Этой зимой за Кубок Победителя в республике борются хоккеисты из Новосибирска, Красноярска, разных уголков Хакасии. Некоторые субъекты представили сразу по две команды. В общей сложности набралось восемь. Главное условие для всех – это строго регламентированный возраст игроков – 9-10 лет. Никита Верфель с клюшкой на лёд впервые вышел в 6 лет. Сегодня уже капитан команды в статусе хоккеиста намерен утвердиться на долгие годы. Хоккей для меня – это жизнь. Я буду играть в него и хочу добиться стать мастером спорта. Абаканский Типсей и Красноярский Енисей 2006 открыли второй день соревнований. Два тайма по 20 минут каждой заставили болельщиков и тренеров изрядно понервничать. До последнего не был ясен исход встреч. И вот результат. 2-1 в пользу наших мальчишек. У соперников свои объяснения такому счету. Мы играли в пас. Они играли по одному и поэтому они проиграли. Но мы играли в пас. Пас из пятерых игроков отрезал. Скорости не хватило. У нас один мальчик и у вратаря из рук мяч выиграл. Ну и вот засчитали. Не было настроя на победу. И ноги замерзают. 15 минут на расчистку льда и вновь на поле битва. Устебаканский «Химик-2005» против абаканских «Саян». С первых минут встречи хозяева поля взяли инициативу в свои руки. Ворота противника летит мяч за мячом. Проявляется игра. Видно, что ребята борются до конца. Умеют играть. Это уже видно. Игра есть. Начинаешь. Тебе помогают тоже. Отдай пас. Тебе всегда богаченько рядом уже. Всё, давайте, ребята. Выходим. Несмотря на мороз, трибуны стадиона не пустуют. Поддерживают мальчишек и родственники, и друзья. Давай, давай, Валера. Турнир на призы главы Устебаканского района. Проходит он уже в пятый раз. Рассчитан на пять дней. 6 января станет решающей для большинства команд датой. Определятся точные претенденты на вылет и предварительные кандидаты на победу. В Рождество состоится полуфинал, а в пятницу решится, кому на этот раз достанется кубок победителя. Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия.